Доброе утро, Ольга, Стефан. Действительно, в Ялте проводится очень интересный проект, направленный на сохранение исторической памяти. И сегодня у нас в гостях Алла Васильевна Панкова, директор бюро художественной пропаганды Союза писателей России. Алла Васильевна, доброе утро. Доброе утро. Да, директор бюро пропаганды художественной литературы Союза писателей России. И мы работаем здесь уже несколько лет. В Ялте очень много работаем, работаем очень много в Крыму. Вот главная суть нашего проекта, она выражена вот в этом буклетике «Крым – это Россия». Крым и Россия оказались на какой-то период разлучены, в разлуке. Но вот мы сейчас стараемся сделать все для того, чтобы вот эти духовные скрепы, чтобы скрепы, которые идут от человека к человеку, они были все-таки восстановлены у нас, чтобы они были вместе. Алла Васильевна, подскажите, какие проекты реализуются в рамках «Наминя». Ну, вы знаете, в первую очередь мы все-таки вот в этом году должны говорить о 75-летии Великой Победы. И организация, вот через которую, так сказать, я здесь сейчас нахожусь, я являюсь ведущей еще некоммерческой организацией «Литературная перспектива». Мы проводим очень большую работу со школьниками Ялты, со школьниками Крыма. Мы ведем очень большую работу вообще просто с крымчанами по восстановлению этой памяти. Потому что Юрий Васильевич Бондарев, вот наш замечательный писатель, фронтовик, автор романа «Горящая сне», «Батальоны просит огня», он очень четко сформулировал, литература – это язык истории. То есть, если мы имеем в виду какую-то историческую память, которая строится исключительно на датах, на фактах, на документальных подробностях тех событий, которые были уже 75 и более лет назад, то мы стараемся показать жизнь человека, жизнь его души, движение его переживаний, то, что отражено было в великой русской литературе, восприемницей которой стала, конечно же, советская литература, но, конечно, в ее лучших произведениях. Я была у вас на одном мероприятии, вечере, посвященном памяти Лермонтова. Это было потрясающе. Я знаю, что к вам приезжают артисты из московских театров. Расскажите, кто приезжает и как у вас проходят эти литературы? Вы знаете, у нас все программы – авторские программы. То есть, мы стараемся уйти от шаблонов. Мы стараемся, чтобы эти программы всегда были насыщены каким-то ярким, свежим материалом. И поэтому в наших программах принимают участие в первую очередь, конечно, лучшие часицы. Вот, вы знаете, я задумалась над строчками Ахматовой, которая в 1942 году еще сказала, как присягу. «Мы сохраним тебя, русский язык, великое русское слово». И если в годы Великой Отечественной войны было так важно обращение к русскому языку, то, наверное, вот наша задача, и я не побоюсь сказать это слово, миссия, состоит как раз в том, чтобы сохранить силу и вот, ну, как бы, свежесть, смыслы вот этой строчки Ахматовской. Великий русский язык и великое русское слово – это те образы, это вот то, что несет великая русская литература. Конечно же, мы стараемся привлечь к нашим программам лучших чтецов. Грамматических артистов в столице очень много. Мы приглашаем артистов академических театров. К нам приезжают из академического МХАТ. МХАТ, ну, это вообще всегда был школой речи, образцом речи. И вот наши зрители, ялтинские, крымские зрители, воспринимают это как бы с большой благодарностью. Но слово и музыка, они не раздельны. Поэтому мы очень часто приглашаем сюда и наших певцов. У нас вечер подходит к концу. И мы очень надеемся, что ялтинская аудитория воспримет с удовольствием все эти мероприятия. И будем делать все возможное для того, чтобы поддерживать историческую память. Коллеги, передаю вам слово. Большое спасибо, Олеся. Желаем вам только хороших новостей. Ну и, конечно же, продуктивного последнего рабочего дня в этой неделе. На связи, напоминаем, была Ялта и корреспондент телерадиокомпании «Крым» Олеся Глушко.